Здравствуйте! Вы смотрите программу «Реакция» в студии Натальи Макарова. И снова речь пойдет о самой обсуждаемой теме последних дней. То, что на слуху, теперь и на виду. Вечер 9 февраля перестал быть томным для посетителей одного из торговых центров города незадолго до 20.00. Прямо в фудзоне мужчина набросился на подростка. Первоначальная версия с ножом. Фото и видео с места происшествия были не особо информативными, но вызвали горячий отклик. Обсуждая случившееся, пользователи социальной сети разделились во мнениях. Пока одни прочитали о небезопасной среде и переживали за судьбу отдыхавших там детей, другие уверяли, подросток конфликт спровоцировал сам. Посмотрим, как на самом деле происходили разборки. Это запись камер видеонаблюдения. Что происходило в злополучном туалете, видно. А вот что стало причиной конфликта, пришлось разбираться правоохранителям. Кто в данной ситуации виновник, а кто жертва. О делам дознания отдела полиции номер один у МВД России по городу Саранск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации. Угроза убийством. Конфликт произошел в одном из торгово-развлекательных центров города Саранска. Как установили полицейские, 24-летний молодой человек, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, сделал замечание подросткам, находящимся в игровой зоне. После ответного замечания он схватил одного из них и вместе они направились в одно из помещений торгового центра, где подозреваемый стал угрожать несовершеннолетнему. Услышавший это, сотрудник центра вмешался в ситуацию, вызвал полицию. Сотрудниками приглашены были родители мальчика. В отношении мужчины составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям 20.1 «Мелкое хулиганство» и 20.21 «Появление в общественном месте в состоянии опьянения» Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. В деталях случившегося только предстоит разобраться. Но главное прояснили – зачинщиком конфликта стал взрослый. И да, он был пьян. За вспыльчивость мужчина ответит по закону. С вами была Наталья Макарова. До новых встреч в эфире. До следующей резонансной истории. Субтитры создавал DimaTorzok